Друзья, мы у нас на фестивале мастера сада фэс 2021. Владимир Никитин и он древесный эксперт, он дендролог, человек, который знает и любит деревья и поможет в каких-то спорных ситуациях их и вылечить, и спасти, и решить какие-то конфликтные споры. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в зеленую вообще сферу? Владимир, откуда это? Увлечение с детства или уже с жизнью пришло? Да, это у меня увлечение с детства. Я поступил специально в Московский левотехнический институт, закончил его в 1997 году, потом сразу пошел работать на производство в национальный парк Лосиный остров. Да, 10 лет работал лесничим в научном отделе, потом защитил кандидатскую диссертацию, пригласили в Росприроднадзор в отдел заповедников и национальных парков. То есть всю жизнь я занимался проблемами растений, их жизни, экологическими биогеоцинозами. И потом занимался ландшафтными работами в одной известной компании, возглавлял ландшафтный отдел и дальше продолжил обучение в докторантуре. Преподавательская деятельность, 18 лет отдал этому, посвятил. И так как всю жизнь какие-то научные прикладные работы меня увлекали, я увлекся судебной экспертизой и занимаюсь как сертифицированный судебный эксперт с незаконными рубками, лесовосстановительными какими-то проблемами, в том числе и ландшафтными. Когда возникают споры между заказчиками работы и исполнителями, я выступаю судьей, пытаюсь установить истину, кто прав, кто виноват. Богатая практика, опыт. Владимир, попробуйте вспомнить такой случай, который вам на всю жизнь запомнился. Может быть без имен, без фамилий, но именно это интересно с точки зрения дендрологии. У меня весь опыт, все объекты интересные. Буквально, начиная от каких-то масштабных ветровальников на площади более 4000 гектар, где я там выступал руководителем творческой группы, до вот недавно был объект Сколковый парк. Мы там, кстати, с Дмитрием Звонко, как два независимых эксперта, независимы друг от друга, выясняли причину плохого состояния растений и пришли к единому какому-то знаменателю, что послужило каким-то результатом такой творческой работы. В последнее время, конечно, я говорил уже, что учусь даже сразу на двух курсах онлайн «Умный садовник». очень был удивлен структурированностью этого курса и сразу же применяю это в жизни. То есть, действительно, Дмитрий занимается этим тоже всю жизнь. Он на год раньше меня тоже учился в Лесотехническом университете. И я сейчас учусь у него и завершаю обучение, заканчиваю эти курсы и применяю уже. И начиная там от обрезки растений тоже очень увлекся профессионально этим вопросом. Это заработок для наших выпускников в любой прикладной сфере лесного хозяйства можно найти себе высокооплачиваемую работу, начиная там от уходов, лечения деревьев, ландшафтной работы, посадка и так далее. Скажите, пожалуйста, о важности обрезки действительно ли нужно ежегодно обрезать растения в саду? Так как мы выращиваем часто в саду лесные растения, ну и даже там плодовые, конечно, дерево само по себе, оно растет очень интенсивно и загущается. Для того, чтобы придать ему здоровую крону, получить, например, если это плодовые, получать регулярные урожаи, нам нужно делать, естественно, лучше два раза в год, как в германских питомниках обрезку. Когда мы делаем небольшие срезы, но регулярно, для дерева это не заметно и не безболезненно относительно, чем когда мы сажаем деревья, забываем про них, потом они сильно загущены, растут вверх, особенно при густой посадке. Люди стараются там посадить маленькие саженцы, потом они вдруг вырастают, начинают соревноваться друг с другом и тянутся вверх, садовод получает не то, что хотел. Начинается стрижка такая болезненная, когда там пол дерева отрубается самостоятельно, начинают там как-то ухаживать и получают не тот эффект, который бы хотели. Ну и другие растения, например, там липы, тоже растут быстро, но имеют такую особенность, там разные защемления, такие кластерные развилки, которые в будущем там приводят к разлому дерева, к проблемам, которых можно избежать правильный обрезок. Молодец. Скажите, пожалуйста, ваши эмоции от мастера сада «Фест». Эмоции просто великолепные. Я очень рад, что с Петериной познакомился на «Сады и люди» на фестивале и, конечно, с радостью принял приглашение. Даже я не планировал выступать, как я отнюдь не звездный какой-то там блогер, тем более спикер, но приехал и подготовил доклад. Очень интересно встретиться. Любая вот такая подобная встреча, она приводит к новым контактам, и любой новый контакт, такие вот мероприятия приводят новых клиентов, и все это окупается. Спасибо вам. Вы действительно большой молодец, у вас очень был содержательный хороший доклад, он был насыщен практичными примерами, и нам очень приятно, что такие профессионалы приезжают на наш фестиваль. Мы будем рады вам фестивале 22, который будет в следующем году. Какое-то пожелание участникам фестиваля от вас? Участникам учиться, не бояться учиться на своих ошибках, больше расширять свой кругозор, знакомиться с профессионалами. Это приносит отличные результаты. Не нужно замыкаться в себе, нужно не бояться. Каждое дело, даже незнакомое вам, когда вы в него погружаетесь, сделаете ошибки, эти ошибки быстро исправляются. Проблема не в том, что человек делает ошибки, а проблема в том, что человек не исправляет ошибки. Когда мы их исправляем, выходим из зоны комфорта, мы приходим к большему результату, который растет как снежный ком. Спасибо вам. Владимир, благодарю и вам успешных, замечательных проектов. Вы большой молодец. Я думаю, что вам обязательно нужно уже учеников прикреплять, потому что вашему светлому делу вот этой дендрологии, любви к растениям обязательно нужно прививать как можно больше людей. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.